Приехав на место, мы увидели картину, которую писали нам по телефону. Ворота котельной, снабжающие микрорайон Углич горячей водой и теплом, действительно были закрыты. У ворот дежурила охрана. Работники котельной покидали территорию, захватив с собой личные вещи. А те, кого с утра не пустили на рабочее место, уже разошлись по домам. За комментариями мы обратились в администрацию района, а затем города. Собственники котельной, она частная, приняли решение о смене эксплуатирующей компании. То есть компания ТГКСП, несмотря на все наши предупреждения, несмотря на многочисленные совещания в правительстве Московской области, графики, она не выполняет свои обязательства перед «Газпромом», а только наращивает долги на сегодня. Все ссылались на уровень платежей, что в городе низкие сборы населения, сегодня эти сборы 96%. То есть теплосель свои графики выполняет, а ТГКСП в тех же условиях наращивает долги. Поэтому мы, Сергей Александрович, к собственникам обратился, в общем-то, и, я так понимаю, это их решение – сменить организацию. В адрес администрации городского поселения Сергеев Посад пришло уведомление от собственника котельной «Углич» ЗАО «Теплоком», который сообщил о принятом им решении сменить эксплуатирующую компанию, а эксплуатирующей компанией до этого момента была как раз компанией ТГКСП, в связи с тем, что на сегодняшний момент сложилась крайне негативная ситуация по росту задолженности заказ, и ТГКСП не выполняет обязательства по выполнению графика погашения задолженности, только наращивает данный объем, и объем достаточно серьезный – 130 миллионов рублей. Соответственно, собственник принял решение расторгнуть договор эксплуатации с данной компанией и перезаключить договор с МУГ «Теплосеть», что, в принципе, он и сделал. Генеральный директор собственника котельной ЗАО «Теплоком» пояснил, что договор с теплосетью на аренду котельной был заключен сегодня. ТГКСП, которая арендовала котельную на протяжении 10 лет, перестала устраивать собственника, и причина тому – не только накопленные долги за газ. Сегодня, 17 числа, мной непосредственно был заключен договор между нашей организацией и Сергиево-Посадской теплосетью о том, что мы передаем котельную, можно сказать, в оперативное управление, то есть они будут обслуживающие организации. Это связано с тем, что данную организацию нам посоветовала администрация Сергиево-Посадского района, и кроме всего этого, у них есть все разрешительные документы, это касается лицензии. Кроме всего этого, данная организация не один год работает успешно на рынке территории Сергиево-Посадского района. В предыдущей обслуживающей организации были заключены договора с субарендой, но точно не буду утверждать. Просто на территории находились юридические лица, которые не имеют какого-либо отношения к данной котельной и, опять же, в целях безопасности, потому что если что-то произойдет, то ответственность будет нести непосредственно собственник. Генеральный директор ЗАУ также пояснил, почему утром на котельную не пустили работников. Нам не был вовремя представлен список сотрудников, которые здесь непосредственно работают. В связи с этим произошла, можно сказать, такая коллизия, что люди не могли попасть на свое рабочее место. Но после того, как нам представили списки непосредственно работников и список автотранспорта, который здесь также используется, все проходят беспрепятственно, проезд, и проблем с этим нет. Увольнять сотрудников котельной, со слов Николая Пышкина, никто не собирается. По нашей, скажем так, устной договоренности между нами, как собственниками и теплосетью, которая будет управлять данной котельной, есть устная договоренность о том, что все люди, работающие на котельной, даже сторожа и обслуживающий персонал, перейдут также на работу в МУП теплосеть и продолжат свою работу примерно на тех же условиях, которые у них были здесь. В настоящее время на котельной микрорайона Углич идут плановые ремонтные работы, которые уже в завершающей стадии. Скоро планируется запуск котла. Татьяна Стошенко, Феликс Дорохов, День города. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова